В зоне АТО потери. Один украинский военный погиб в результате обстрела боевиками позиции возле Водянова. Между тем, на Донбассе понемногу остается инфраструктура. В одном из поселков Донецкой области открыли центр безопасности, в котором вместе будут работать полицейские, медики и пожарные. Поселок Александр Калинова в Константиновском районе. До линии фронта отсюда около 30 километров. За два часа до открытия нового центра безопасности здесь собрались уже несколько десятков человек. Говорят, пожарной заставы тут со времен распада Союза не видели. Центр безопасности объединяет пожарную заставу, опорный полицейский пункт и скорую помощь. Он будет обслуживать 10,5 тысяч человек. Задача сотрудников первыми прибыть на место, где произошла чрезвычайная ситуация и оказать необходимую помощь. Сейчас в Украине таких объектов 9, почти половина из них в Донецкой области. Эта громада может уже заключать договоры порядок с другими громадами на день таких послуг. В других громадах дополнительно строятся другие сервисы. И для нас вопрос сегодня стоит для того, чтобы громады, спилкуясь между собой, створили единый пространство в Донецкой области, который позволяет развиваться в всей Донечке. Строили объект, а также закупали спецтранспорт и снаряжение за общие деньги. Из государственного, областного, а также бюджета объединенной территориальной громады. Но в дальнейшем содержат центр будут исключительно за местные деньги. Громада должна научиться сама зарабатывать. Сегодня есть проект украинский Донецкий куркуль, который функционирует. 500 тысяч гривен грант. Работать пожарными будут сами местные жители. Среди них есть и бывшие сотрудники МЧС. Все спасатели уже прошли базовый курс подготовки. Игорь Левинок, Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Подробности телеканал Интер.